Цены на жилье в столице мира все ближе подходят к понятию «внеземные». Согласно подсчетам экспертов, стоимость недвижимости в Барнауле за первое полугодие увеличилась на 7,5%. Это топ-4 по динамике. К примеру, в Москве и Санкт-Петербурге этот показатель менее процента. Такая разница темпов роста обусловлена маленьким числом новостроек в Барнауле. Однако вскоре эскалация должна замедлиться, поскольку в семейной ипотеке появились новые условия, а господдержку под 8% годовых отменили. Льготная ипотека очень сильно разогнала стоимость квадратного метра в новостройках. И если еще в 2019 году цены были примерно одинаковые, то сейчас более чем в полтора раза цена квадратного метра на новостройку ушла вперед. Естественно, это ненормальный такой перекос на рынке. И поэтому Центральный банк говорит о том, что необходимо охладить рынок новостроек. По словам экспертов, динамика продажи новостроек может просесть на 40%. Люди будут смотреть скорее в сторону вторичного жилья. Ведь за ту же цену можно получить не только голые стены. Сократится скорее всего и арендный рынок. Застройщики, понимая свое невыгодное положение, начали продвигать рассрочку, объявлять скидки в 10-12% на квартиры. Некоторые даже готовы сами закрывать вам проценты по ипотеке. Мы видим, что застройщики уже начали через банки субсидировать процентные ставки. То есть вы все так же можете пойти за 8% и купить себе квартиру в новостройке под ипотеку. Вопрос, откуда деньги. Так вот, застройщики часть стоимости, которую вы переведете по своему ипотечному кредиту, вернут банку на погашение процентов. Существенного падения цен на новостройки ждать не стоит из-за общей инфляции, считают риэлторы. Но и большого повышения стоимости вторичного жилья, скорее всего, не будет, утверждают эксперты. Поскольку сейчас предложение удовлетворяет спрос. Однако это всего лишь прогнозы. Более точная картина станет ясна к сентябрю, когда сезонное затишье закончится. Данил Кузнецов, День с толком.